Зульфия Галимова Женщина уже ходила в пекарню. Сотрудники обещали решить проблему. Однако все безрезультатно. Нижнекамка переживает. Как бы ни приключилось, беды. Работают они на солярке. Очень много солярки. Здесь это жилой дом. Я знаю законы, что нельзя в жилых домах такие большие, мощные пекарни открывать. В управлении Роспотребнадзора Зульфия Галимова уже отнесла письменную жалобу. На днях к ней должны наведаться с проверкой специалисты. Мы сами тоже решили узнать у работников пекарни, почему так шумно и чем же тут пахнет. Мы к женщине приезжали. Она жалуется, что у нее дома из-за вашей пекарни запахи дома и звук. Мы прождали минут 30, но к нам так никто и не вышел. Надеемся, что с проверяющими они будут более сговорчивы. Если сотрудники Роспотребнадзора все-таки зафиксируют нарушение по уровню шума или по наличию в воздухе посторонних примесей, владельцу пекарни придется устранить замечания всеми любыми способами. Кстати, это не первая жалоба на арендаторов различных пристроек в жилых домах. Аналогичный случай был месяц назад. Грожане сетовали на неприятный запах, который иссочает турецкое кафе «Истанбул». Этим делом сейчас тоже занимаются сотрудники Роспотребнадзора. В обоих случаях нерадивых предпринимателей однозначно ждет штраф. А если специалисты решат, что нахождение того или иного заведения нецелесообразно в жилом доме, бизнесмену придется прикрыть лавочку. Айгу Леблонская, Евгений Алзаев. Новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.